Здравствуйте! С вами программа про культуру, ваш персональный гид по культурной карте полуострова. В ближайшие несколько минут обзор самых ярких, на наш взгляд, событий. Литературно-поэтический клуб «Вдохновение» гостеприимно встречает всех ценителей художественной литературы. 15 апреля в Севастополе на сцене Культурно-информационного центра и 16 апреля в Симферополе на сцене Музыкального театра Республики Крым концерт легендарной рок-группы «Пикник». В отечественный прокат вышла кинолента с многообещающим названием «Герой». Об этом и не только в нашей программе. Литературно-поэтический клуб «Вдохновение» при Медицинском университете имени Георгиевского приглашает всех желающих окунуться в удивительную атмосферу творчества, посетив встречи клуба, литературную гостиную, музыкальный салон и спектакли, посвященные классикам русской и зарубежной поэзии. Наша программа побывала в гостях у литературного клуба. Подробнее в нашем сюжете. В столице Крыма при Медицинском университете имени Георгиевского вот уже 35 лет, как существует удивительный литературно-поэтический клуб «Вдохновение». Это не просто сообщество людей со схожими интересами, людей, влюбленных в литературу, людей, близких по духу и мироощущению. Клуб «Вдохновение» за долгие годы своей творческой жизни стал одной большой семьей, всегда с огромной радостью принимающей новых участников. Все мы, естественно, дружим и вне клуба, но вместе встречаемся именно здесь, где-то вот раз в один-два месяца. Ну, больших вечеров происходит пять в течение года, ну и плюс еще дополнительно различные небольшие гостиные. Каждый второй и четвертый четверг месяца клуб гостеприимно открывает свои двери перед теми, кому интересно соприкоснуться с великим наследием мировой и отечественной литературы. «Наши мини-спектакли, как называют их зрители, посвященные классикам русской зарубежной поэзии». Однако деятельность клуба не ограничивается только лишь мероприятиями-посвящениями классикам печатного жанра. Так, литературная гостиная, организованная при клубе, дает возможность современным авторам представить свои книги и поэтические сборники. Также при клубе открыт музыкальный салон, где проходят творческие встречи с бардами, а всех ценителей классической музыки, несомненно, порадуют разнообразные тематические вечера. «Что-то неземное обещает, к тишине уводит от забот, и опять, опять душа прощает промелькнувший, обманувший год». «Не ту люблю, кого любил, люблю мечты создания и снова о несбыточном скорблю». Преподаватели, бывшие и нынешние студенты, состав клуба неизменно обновляется. Но что примечательно, попав в это содружество единодумцев, человек становится частью действительно цельного и по-настоящему творчески одухотворенного коллектива. «Клуб вдохновения – это как Пушкин, это наше всё. Вот на самом деле мы можем, мы называем друг друга вдохновенцы, вот мы можем находиться в разных городах, там, в разных странах, многие даже уехали, не даже не в ближние, а даже в дальние зарубежья, за океаном некоторые. Но когда нужно, все собираются, потому что есть что-то такое вот в поэзии, что всегда нас объединяет». Сила великого слова поэта способна пробудить сердца и очистить душу. Вечное и прекрасное искусство способно объединить самых разных людей. И многолетнее существование вдохновения – яркий тому пример. Поэзия золотого и серебряного века русской литературы, зарубежная классика, современные мастера слова, талантливые музыканты – клубу всегда есть чем удивить и порадовать своего зрителя. «Мы делали такой небольшой юбилейный капустник, он как раз был посвящен эволюции клуба. И мы пришли к выводу, что изменилась только, скажем так, материально-техническая база. А так, ну, клуб очень крепок на традиции и, в принципе, самое главное, дух клуба, дух поэзии, они не меняются». Литературно-поэтический клуб «Вдохновение» открыт для всех желающих окунуться в светлую атмосферу его творческих вечеров. В рамках концертного тура «Большая игра» питерская рок-группа «Пикник» выступит на двух крымских площадках. Музыка этого коллектива способна погрузить слушателей в особый мир, подчиненный законам, вероятно, известным только ее создателям. Завораживающий голос Эдмунда Шклярского, всегда оригинальное инструментальное решение композиций, талантливые музыканты – и это лишь малая талика того, что отличает творчество группы «Пикник». История «Пикника» – одной из самых популярных групп, рожденных еще в СССР, исключительно своеобразна и неповторима. С одной стороны, коллектив прошел всеми типичными для питерской рок-культуры путями, испытав на себе всеприсущим музыкантам его поколения влияние. С другой – всегда и во всем шел своей дорогой. История «Пикника», как и любой исконно питерской группы, сложна и полна противоречий. Однако сегодняшний «Пикник» кардинально отличается от группы, впервые взявшей это имя в марте 1979 года. Группа стояла у самых истоков создания ленинградского рок-клуба. Эдмунд Шклярский, лидер и вокалист группы, еще в те далекие годы прослыл, как один из наиболее сильных и неординарно мысливших авторов рок-сцены. «Пикник» Примечательно, что вопреки господствовавшей моде, которая ценила приближенное к оригиналу исполнение западных хитов выше, чем собственное творчество, Шклярский с самого начала хотел петь по-русски и только свои песни. Невероятно спокойная и вместе с тем тревожная музыка этого коллектива переносит слушателя в свой особенный мир. «Будь везде и всюду чужестранцем, вечным чужестранцем на земле» Однако же вместе с тем авторская поэзия Шклярского обнажает острые вопросы о мести человека в этом мире, одиночестве души и призрачности всего сущего. Глубинные образы, философская тематика, тонкое мировосприятие авторам окружающей действительности ясно отражается в его творчестве и буквально магически воздействует на слушателя. «А вот и плачет манекен бесполый, как кукла с человеческим, как кукла с человеческим». Шаманские мотивы, нетривиальное инструментальное решение, уникальная вокальная подача материала выделяет творчество этой группы в ярком течении отечественной рок-культуры. Завораживающие композиции группы «Пикник» завоевали сердца не одного поколения слушателей, и с каждым годом их количество только растет. Историческая драма «Герой» вызовет большой интерес у ценителей качественного отечественного кинопродукта и бесспорно порадует всех поклонников творчества Димы Билана, сыгравшего в картине главную роль. Честь и достоинство, вера и отечество, война и предательство, и, конечно же, любовь – вечные темы, заложенные в сюжетную канву фильма, несомненно тронут струны души современного зрителя. «У России нет друзей, все боятся ее огромности». Слова русского императора Александра III, предваряющие действия фильма, звучат в его контексте очень убедительно и весьма актуально и в наше время. Ведь без прошлого нет будущего, и настоящее неразрывно связано с историей нашей великой державы, а историю пишут люди своими делами, своими подвигами. Герой – это тот собирательный образ, тот идеал человека-борца, сражающегося за свою отчизну, за народную память, за свою любовь. «Вера Александровна, Вера, я давно хотел сказать вам, я, может быть, смешон, что смею надеяться, но я просыпаюсь каждое утро только от одной радостной мысли – о вас». Герой – это тот, кого во все времена воспевали поэты, писатели, живописцы и кинематографисты. Отрадно, что и в наше противоречивое время есть талантливые люди, которые не только обращаются к таким вечным темам, но и облекают их в форму, способную привлечь внимание широкой аудитории зрителей. Живая, яркая, эмоционально наполненная и зрелищная картина способна действительно тронуть зрительские сердца и вызвать самую главную реакцию – сопереживание. «Завтра этот лавочник будет держать в руках судьбы империи». «Война, кузина!» Трагические события февраля 1917 года. «Закат империи», «Первая мировая война», «Гибель царской династии», «Борьба за власть», «Революция», «Гражданская война». «Это заговор против государя». «Российский народ жаждет свободы». «Он нужна власти». «Какая же свобода без власти?» «Неоднозначная» и вместе с тем такая важная тема, к которой создатели картины во главе с режиссером Юрием Васильевым подошли осознанно и ответственно, в итоге воплотилась в напряженной и по-своему пронзительной исторической драме. Сила разрушения в образе войны – страшной, бесчеловечной, безжалостной, жестокой, братоубийственной, и сила созидания в образе любви – светлой, чистой, возвышенной, вечной, лейтмотивом проходит через всю ленту. «Война – это как ржавчина, разрушает все человеческое в людях». Судьба великой страны через призму одной семьи, через диалоги о туманном будущем России, через зрелищную визуальную сторону ленты и достойное музыкальное обрамление. Великолепный актерский состав и вполне убедительный дебют популярного певца Димы Билана, несомненно, привлекут внимание широкой аудитории зрителей, а мастерство постановочной команды порадует как кинолюбителей, так и критиков и экспертов. «Герой» – это фильм о чести и достоинстве, о мужестве и верности своим идеалам, о сломанных судьбах и о трагедии целого народа в эпоху глобальных перемен. Есть еще несколько событий, которые, на наш взгляд, достойны вашего внимания. 9 апреля в Севастополе в Доме офицеров флота и 10 апреля в Симферополе на сцене музыкального театра Республики Крым Стас Пьеха с премьерой новой программы «Ищу свою любовь». 10 апреля в 18 часов на сцене Севастопольского академического театра танца яркое танцевальное шоу «Избранное», в программной основе которого номера Золотого фонда репертуара коллектива. В Симферополе набирает обороты фестиваль визуальных искусств «Я юность». Этот некоммерческий культурный проект призван помочь проявиться молодым дарованием, объединить творческих людей Крыма, показать возможности молодого человека через фотографию, кино, живопись, музыку, танец, театр, архитектуру, поэзию. Фестиваль проходит на восьми площадках. Основная площадка – Центральный музей Тавриды. Фестиваль продлится до 24 апреля. Ялтинская галерея «Почерк» приглашает на выставку живописи с поэтическим названием «Неслышно шума городского». Семья крымских художников Евгений Николаевич Рыман, Тимир и Евгений-младший представляют на зрительский суд прекрасные пейзажи из самых живописных уголков Крыма. Выставка продлится до 20 апреля. В Севастополе в Центральной городской библиотеке имени Толстого проходит фотовыставка Владимира Гвановского «Крымские призраки». Снимки связаны с легендами любимого Крыма и историями его уголков. По словам автора, фотопроект посвящен невидимому и несбыточному грезам, воспоминаниям, снам. Фотохудожник приглашает посетителей выставки пройтись по тропам параллельной крымской реальности. 11 апреля в 18 часов в Театре имени Чехова пройдет торжественная церемония награждения лучших театров Крыма. Всекрымская премия «Золотой грифон» присуждается на конкурсной основе за профессиональные достижения в области театрального искусства по итогам театральных премьер текущего репертуара. Новый конкурсный проект направлен на сплочение крымских профессионалов театрального дела и создание условий для регулярного творческого обмена. С вами была программа «Про культуру» и я ее ведущая Елена Батурина. Ярких вам впечатлений и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова